Всем привет! Ну что ж, у меня сегодня снова была большая заготовка. Я приготовила рыбные котлеты, гречку с овощами, ну, с овощной пережаркой. Также здесь у меня запеченное мясо по-французски, но, знаете, такой немножко необычный, скажем так, авторский рецепт. Здесь супчик с тефтельками. Тут у меня, знаете, просто осталась лишняя картошка. Я ее решила отварить, и я думаю, завтра, послезавтра я ее обжарю с яичком, будет очень вкусный гарнир. Ну и, конечно же, посмотрите, выпечка. Без выпечки сегодня снова не обошлось. Улитки в этот раз с курагой, и посмотрите, какие они замечательные сегодня у меня получились, прям идеальные. И вот такая пицца по частному запросу моего ребенка. Я попыталась сделать пиццу Мимимишки. В общем, пока она была сырой, она намного больше была похожа на пиццу Мимимишки. А в процессе запекания она, скажем так, раскрылась, и вот эти ушки, они потерялись. Но, тем не менее, Диме все равно понравилось. И если вам интересно, как же я готовила все, что сейчас находится на этом столе, на этой столешнице, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной, буду подробно вам показывать. Начиная с того, что отделяю филе минтая и замешиваю фарш. Пополам я использую свинину и курицу. Также добавляю натертую на крупной терке луковицу и яйцо. Далее я замачиваю курагу. У меня курага, честно признаюсь, давнишняя лежит уже очень давно. Она у меня, поэтому такая твердая-твердая. И замачиваю я ее в кипятке для того, чтобы она хорошенечко разошлась. Далее возвращаюсь к минтаю. Делаю половину крупной луковицы, делю на небольшие кусочки, отправляю в блендер. И продолжаю заниматься филе. Снимаю кожу с мяса, ну или мясо с кожи, в общем. И туда же к луку отправляю в блендер. Перемешиваю их вместе. Затем туда же в блендер добавляю небольшое количество сливочного масла. Добавляю батон. У меня батон свежий, мягкий, поэтому я его заранее замачивать не стала ни молоком, ни водой. Просто снимаю с него корочку. И затем небольшими кусочками добавляю в блендер. И также все тщательно, ну, продолжаю вымешивать блендером. Туда же добавляю пару яиц. Ну, вот знаете, что, наверное, зря я добавила два яйца. Туда надо было, я думаю, надо было добавлять одно. Одного бы вполне хватило. Далее выкладываю все это в миску и накрываю пока пакетиком, потому что не прямо сейчас я их буду обжаривать, эти котлеты. Чуть позже ими займусь. Первонаперво мне нужно замесить тесто, потому что тесто всегда настаивается долго. Сначала нужно сделать опару, потом само тесто. Все это довольно долговременный процесс. Это несложно, но долго. Для опары использую живые дрожжи, соль, сахар и муку. Все ингредиенты в прошлый раз писала под видео. Наверное, в этот раз тоже напишу. После того, как опара настоялась, достаточно буквально 20 минут в теплом помещении, вымешиваю тесто основное. Также напишу полный весь список ингредиентов, как я замешиваю тесто. Вымешиваю сначала венчиком, потом, когда венчиком становится тяжело, продолжаю вымешивать руками. И затем уже готовое тесто отправляю я в чашу. Мне удобно в чашу мультиварки, потому что она такая высокая. Места занимает мало. В холодильнике, потому что, да, тесто я настаиваться отправляю в холодильнике, иначе оно очень сильно поднимается. Оно и так поднимается, а в холодильнике как бы оно чуть меньше поднимается, чем просто в кухне. И дальше приступаю к приготовлению мяса по-французски. Картофель я начистила заранее. Далее измельчаю его в блендере и начинаю выкладывать в форму. Сперва картофель, затем подсаливаю. Я использую сванскую соль. Дальше слой лука. Лук порезала перышками. Затем слой майонеза. И затем, вот как раз, знаете, тут в этом-то все и авторство, в принципе, заключается в том, что я использую не мясо, я использую фарш. Тот же самый фарш, из которого я потом буду готовить тевтельки для супа. Тот, который как раз в самом начале я показала. Выкладываю его, ну, довольно-таки таким, не тонким, скажем так, слоем. Ну, сантиметр-полтора точно. И затем просто повторяю слои. Лук, майонез, картошка, соль. Далее приступаю к приготовлению супчика. Пережарку уже отправила на сковороду. Лук с морковью. И теперь делаю небольшие тевтельки. Отправляю их в кастрюлю. Пока делала тевтельки, пережарка успела приготовиться. Половину отправляю в супчик, а половину выкладываю на другую сковороду. И также еще в супчик добавляю мелко нарезанную картошку. И, девчонки, в этом ролике сегодня снова хотела поделиться с вами небольшим своим заказиком с сайта Любимый Василек. Посмотрите, какие классные костюмы я заказала себе на осень. А если быть точнее, это не костюмы, это отдельно брюки и отдельно толстовка, что невероятно удобно. Во-первых, можно выбрать на молнии или без, а во-вторых, можно выбрать разные размеры, что я, в принципе, и сделала. У меня брюки 46 размера, а толстовка 44 размера. Вот показываю вблизи. Посмотрите, какая фактура ткани. Это футер с начесом. Они невероятно теплые. Я в них, кстати, уже ходила на улицу. Ну, конечно, с курткой, но очень тепло. Обе толстовки идут с карманами, что на молнии, что без. И также обе толстовки идут с капюшоном. Очень удобно. Если вдруг ветерок подул, можно так, хопа, капюшончик одеть. И вот показываю отдельно брюки. Они на резинке. И также снизу вот такая манжета. Ну, собственно, из той же ткани, из которой и сами брюки. Брюки, кстати, тоже с карманами. Идут в размер. То есть я для себя заказала 46 размера. И на меня села идеально. А вот толстовки, наоборот, идут, знаете, такие очень объемные. Поэтому я абсолютно правильно сделала, заказав их на размер меньше. Ссылки на толстовки и на брюки я, конечно же, оставлю внизу в описании ролика. И там же внизу будет ссылка на инстаграм Василька. Я, кстати, на них подписана. Очень интересно. Они ведут страничку. Предлагаю вам тоже подписаться. В общем, я возвращаюсь к готовке. Формирую и выкладываю на разогретую сковороду. Рыбные котлеты. И вот только сейчас отправляю в духовку мясо по-французски. Все потому, что я забыла заранее разогреть духовку. И мне пришлось некоторое время подождать, пока духовка разогреется. Далее к пережарке добавляю промытую гречку. Заливаю водой. Кстати, подсаливаю. И отправляю ее в гречку вариться. Также еще хотела сказать, что абсолютно любые блюда я подсаливаю. Даже если вдруг это не попадает в кадр. Вы знаете, что все равно я это блюдо подсаливала. Потому что мне иногда пишут, Настя, почему ты не солишь? Да нет, девочки. Я все-все солю. И теперь приступаю к нарезанию начинки для пиццы. Использую ветчину. Использую сыр. И соленые огуречки. В общем, все это по очереди измельчаю. И отправляю в одну миску. Все вместе в одну миску. И я, кстати, забыла сказать, что помимо любимого Василька, там в описании будет еще и ссылка на мой инстаграм. На него вы тоже можете подписаться. Буду очень рада каждому из вас. Так уж получается, что сейчас в инстаграм у меня публикации выходят и чаще, и раньше, чем здесь на ютуб. И, кстати, я забыла об этом сказать в начале ролика. Я ведь сегодня готовила по одному комментарию. А если быть точнее, по комментарию, который набрал максимальное количество лайков. Ну, максимальный, по крайней мере, на тот момент, когда я готовила. Как там сейчас обстановка с лайками обстоит, я не знаю. Но когда я смотрела, было больше всего. В общем, девушка пожелала готовить побольше выпечки, пиццу, рыбный пирог, булочки и рыбные котлеты. Единственное, что я не повторила из этого комментария, это рыбный пирог. Потому как и рыбный пирог, и рыбные котлеты, ну, боюсь, мои домашние просто откажутся есть так много рыбного. Но, надеюсь, автор комментария не обидится на меня за это. Что ж, девчонки, также я предлагаю в этом видео снова продолжить эту классную традицию. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в моем следующем ролике, какие рецепты. Ну, опять же, повторяюсь, девчонки, давайте все в рамках разумного. Обычные рецепты, простые, для простой семьи. И комментарий, который наберет больше лайков, я также постараюсь повторить. Пока я тут болтала, уже начала заниматься тестом, выкладываю начинку на пиццу. Кстати, вот этот вот способ мне кто-то когда-то посоветовал. Всю начинку смешать в одной миске и затем просто выложить на пиццу. Не слоями. Ну, вот мне так не понравилось. Лучше все-таки, как мне кажется, знаете так, по классике, сначала начинку и сверху уже на начинку сыр. Вот как сыром сверху я посыпаю. Сейчас мясо по-французски, кстати, оно запекалось 45 минут у меня под крышкой. И потом сверху я его посыпала сыром и еще на 10 минут отправила дозапекаться в духовку. На пиццу, конечно, надо сразу весь сыр выложить. Но все-таки надо, чтобы сыр был в конце, скажем так, верхним слоем. Далее я уже приступила к приготовлению булочек. Смазала тесто, раскатала тесто, затем смазала его маслом. Сверху посыпала большим количеством сахара. И также добавила курагу, который у меня, кстати, прекрасно размокл в кипятке. И была мягенькая, такая сочненькая. Далее свернула все это рулетиком и нарезала. Далее выкладываю на смазанный маслом противень. Затем будущие мои булочки и также будущую пиццу отставляю в сторонку, для того, чтобы они расстоялись, для того, чтобы тесто поднялось. Потому что это дрожжевой тест. Конечно же, ему нужно дать подняться до выпекания. Тут, значит, Тимофей, когда у меня увидел, что я буду делать пиццу, вот, начал практически слезно умолять меня, чтобы это была пицца-мимимишки. Знаете, тут Дода Пицца такую подставу сделала для всех мам, которые готовят пиццу. Взяли, значит, выпустили этих мимимишек. И вот, да, ну, в общем, я пыталась как могла. Ушки недостаточно сильно я сформировала. Потом, когда тесто поднялось в духовке, раскрылось немного. Эти ушки как-то вот они, ну, скажем так, менее ярко выраженными стали. В общем, если вы хотите так же повторить эту попытку сделать нимимишную пиццу, то нужно посильнее, скажем так, поглубже эти ушки делать. Стаська рыбную котлету кушает. Понравилось, да? Найдёй, довольный такой. А? Ой, Найсё, скорее. А?